ПЕСНЯ 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 Она практически вышла из сквота. Я играл в сквоте, но помню, с Паслачевым, Александр Гузарова, я помню, там, в 84-м году, мы теперь своих так собрались, там что-то такое играли. Мы не песни играли, а там на гармонии выжил. Вот. А вот в сквоте я играл первый раз. Правда, то есть. Мой первый выход на сцену был, мы все делали. Спасибо. Это должно было пройти 30 лет. Значит, проблема такова. Вы знаете, у меня много есть песен про наркотики, это не просто так. Я курил траву в другом время, что много. Я перекуривал всю, ну, всю команду там, то есть. Никто столько, сколько я. Потому что много крови, большое тело, и не действует уже. Ну вот. А сейчас я бросил, ну, так, чуть-чуть, но иногда. Скажу наркотики, иногда. Скажу наркотики, иногда. Вот. И поэтому, а мозги протворил полностью. То есть, разум еще не совсем потерял. Ну, то есть, я стакан не пробоюсь. А тексты забываю. Простите, ничего, если что, помоем. Да, конечно. Вот. Аплодисменты. 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 Я реально получил пиздюлей. Я снялся в фильме «Музыкальные игры», если помните, фотки есть там в Сусаре, и играл там Козлёночка, точнее Иваночка, который должен потом набиться из копытца. В итоге я сыграл эту роль, приезжаю и получаю гонорар. Гонорар был 16 рублей, а бутылканика стоило 5 или 6. Короче, я захожу за бутылкой, покупаю бутылку. И выношу её из магазина, а мужик какой-то спускается вниз. И прямо мне сразу, не глядя с ноги по борту, бум, бутылка вылетела. Я в одну сторону, бутылку в другую. Бутылку он успел поймать, обо мне не заботился, в общем. И я где-то там очнулся, где-то там в районе стены. Потом поехал на дачу, а там хозяйская к собачке, такая маленькая такса. Ну, думаю, реально, ну хорошенькая. Я так пришёл к ней и говорю, ну дуйте мою хорошенькую. И она мне как лам! Прямо несколько раз за лицо прям тух-тух-тух-тух. То есть у меня сразу, ну, представляете, да, если собака погружала лицо сразу. То есть это столбняк там, больница сразу, значит, в сторону. И морда вся как будто бы избили. Вот это было всё в этом году. Потом у меня там... Потом у меня жена влюбилась в другого. Первая. А это всё было в одном месяце. Вот. И поэтому родился альбом «Сердце». Он был такой над болей весь. Вчера был фестиваль боли, кстати. Я думал, что он спит. Может, вы сами знаете, скажете мне. Потому что я не думал, а? Давайте так. Мы будем поочерёдно... Ну вот, «Лосатая битла», я честно говорю, я даже... Вы думаете, ну если вы сыграете, я спою. Ведь там же «Битл» сыграл, помните? «Лосатая битлайта» с Жариком привёз пластинку. И с каким-то сборником Битлоса там была одна песня без слов. Кто знает, что песня? И тогда мы тогда в 87-м году русовались, в 86-м, 85-м, вот так вот. Мы как раз переехали на новую квартиру и оказались без родителей. И к нам начали все тусоваться, музыканты ходить. Людьков, квартира золотая, что там? И приезжали там с Башлачёв, Гузарова и все. Приезжали и ничего не делали. То есть ну просто сидеть курить. То есть не работать, не петь. Просто ну ничего не делали. Из этого ничего не делали, как очень часто рождается какие-то произведения. И я написал песню, она так понравилась Башлачёва. Он говорит, ой, Лёха, вот у тебя самая крутая песня. «Запомни», говорит. Ну я не знал, что я должен запомнить. А он, наверное, уже знал что-то. Поэтому он сказал. «Рододендрон» «Рододендрон» «Это не Сексапон» «Рододендрон» «Это вовсе не сон» «Если тебя выгоняют вон» «Тажей-то не будет Рододендрон» «Синяя шелест» «Прелестных кров» «На каждом углу» «Табличка «Базон» «Ни с того, ни с сего» «Подойдет мелитон» «Ты ему скажи» «Прородендрон» «Ты вечером забыл закрыть дверь на боком» «Тебе приснилось, что в уши заливают гудрон» «Ты упал на асфальт и услышал звон» «Может, на этом месте вырастет он» «Твой Рододендрон» «Рододендрон» «Это Рододендрон» «Рододендрон» «Формула выявил разумный герон» «В колбасном производстве применяют катон» «Людской обиход нашел электрон» «Но люди не знают про Рододендрон» «Мы носим светло» «Там светит крикиток» «А ты подумай о том» «Держим знать мы про Рододендрон» «Держим знать мы про Рододендрон» О-о-о-о-о-о-о-о-о. А вообще мне очень повезло по жизни, потому что в нашу среду вот так фиг войдешь. А мне так повезло, что моя среда стала от меня очень сильно зависит ну как у меня было квартиру них не было снимал потом мы стали записывать и почему устали записывать музыку потому что это это было бы словно наличием же площадь музыка и появилась благодаря этому а не появилась бы ну то есть если бы соль не потом бы уже ну я не знаю были бы другие песни если бы он не был бы душулен радостью первого выхода будет ли человек продолжать это делать друзья мои может вы споете что-нибудь а то сегодня Сегодня на улицах снег, на улицах лёд Минус тридцать, если диктор улёт Моя постель ухода, как лёд Мне не время спать, не время спать Здесь может спать только тот, кто мёртся вперёд И я не прошу добра, я не желаю зла Сегодня я опять снимаю в поисках тепла Со мной никогда не случалось ничего лучше тебя Белый, синий твои цвета Никогда ничего лучше тебя Никто из нас не хотел другого конца Никто из нас не хотел конца Я вижу тень твоего лица Тень твоего лица Я не прошу добра, я не жалею зла Сегодня я опять снимаю в поисках тепла Браво! Спасибо, ребята А вечная, вечная песня Согласитесь, вот есть... Есть вечная, а есть... Ну, простите... Не-не-не, ну есть вечная песня Просто всегда так бывает Что-то остаётся, а что-то не очень... Ещё это не очень уродливо выглядит Отлично! Я не играл на гитаре лет 30 Извините Она у меня, кстати, для вида лежит Ну правда, я не играю О-о-о-о... А в какой же тонал? О чём ты думаешь Лёжа на горячем песке? О чём ты плачешь, когда поёшь? Поведай свой сон Это я в деревшей реке Не расставайся с тем, что несёшь А я буду видеть тебя И я буду слышать твой голос Я буду знать о тебе всегда Но ничем не смогу помочь Последний день Ты несёшь в своих холодных руках Последняя ночь озарена Свою беду ты измогаешь в тихах Но мне недоступна твоя беда И я буду видеть тебя И я буду слышать твой голос Я буду знать о тебе всегда Но ничем не смогу помочь Но ничем не смогу помочь Но ничем не смогу помочь